Переход Армении под бумажный зонтик США и НАТО сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией в рамках ОДКБ, так сказал заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью «Комсомольской правде». Дальнейшее размывание суверенитета Армении в сфере безопасности и переход на западные лекала под бумажный зонтик США и НАТО просто сделает невозможным сохранение единого оборонного пространства с Россией в рамках ОДКБ, заявил Галузин. Зам министра уверяет, что у России нет привычки вмешиваться во внутренние дела других государств и что Москва искренне дорожит связями с Арменией, старается выстраивать их во взаимоуважительном и взаимовыгодном ключе. При этом Запад, по словам Гаузина, рассматривает республику утилитарно, в качестве одного из инструментов гибридной войны против России и других стран Южного Кавказа. Цель ясна — использовать армянский плацдарм для формирования в регионе очередного очага напряженности. Представители США, Евросоюза и НАТО призывают Ереван к разрыву всех связей с Москвой, добиваются выхода из наших общих интеграционных объединений. Армению активно завлекают европерспективой. Несложно догадаться, что страну будут склонять к отказу от механизмов, которые обеспечивают ее экономике рекордный рост на протяжении последних лет, — сказал замглавы МИД России. По словам Гаузина, от Еревана со временем потребуют покинуть еще и АЭС, где именно республика является одним из основных выгодоприобретателей. Почти 40% ее внешнеторгового оборота в прошлом году пришлось на страны объединения. Армения утратит возможность участия в формирующемся едином рынке энергоресурсов Союза. Он выражает сожаление, что под воздействием западных нарративов произошло резкое сужение двусторонних политических контактов. Из Еревана все чаще слышится необоснованная критика в адрес России, ОДКБ, сложившейся системой обеспечения безопасности. Это по меньшей мере неконструктивно и недальновидно. Зам главы МИД РФ считает, что полноформатное участие Еревана в работе ОДКБ отвечает чаяниям армянского народа, служит делу поддержания мира и стабильности на Южном Кавказе. Чтобы не обещали западники, подтолкнувшие армянские власти к заморозке участия в организации, действенных альтернатив ОДКБ в качестве механизма обеспечения безопасности Армении сегодня нет. По его словам, Москва не раз выражала готовность обсуждать беспокоящие Ереван вопросы. Но реакции на наши различные инициативы мы так и не получили. Рассчитываем, что армянскому руководству хватит политической мудрости для понимания иллюзорности обещаний Запада, критической важности отношений с Россией с точки зрения суверенитета, безопасности и экономического развития республики.